Олес, спасибо. Рад вас видеть. Ом-ом. Извините, что опоздали. Вы говорите о типах людей, ученый, рабочий, правитель и так далее. Бизнесмен. И в каком-то возрасте человек начинает более-менее осознавать, что с ним или все хорошо, или не очень хорошо. Допустим, он понимает, что он один из этих типов. И понимает, чем он скорее осознает этот тип для себя, тем ему легче будет продолжать жить. Конечно. Удовлетворение в жизни. Тогда вопрос. Если вот эти типы сливаются, то есть миксируются между собой, человек чувствует себя чуть-чуть учителем, чуть-чуть строителем, бизнесменом и так далее. Все люди так себя чувствуют. Окей. Нормально. Как, что может помочь этому человеку определить его личный тип? Каким образом вот это... Бескорыстие. Вы посоветовали. Бескорыстие. Вот смотрите, допустим, садитесь, пока микрофончик не отдавайте, мы с вами пообщаемся. Вот смотрите, и вы не вставайте, когда вопросы даете, чтобы сзади все видели. У нас такая формальная беседа. Вот смотрите, когда ребенок, допустим, везет машинку просто, его спрашивают, ты для кого возишь? Он говорит, я сам просто для себя вожу. Это не природа. Но если ребенок везет машинку, его спрашивают, ты для кого везешь? Он говорит, я бабушке дом строю. Это природа. Ну, то есть, когда человек что-то делает бескорыстно, не для себя, его мотив, это принести другому счастье. Это его природа. Приведу пример. Я, допустим, готовить люблю только себе и пищу раздавать. Не люблю. Но кушать люблю. Это не моя природа готовить. А вот когда я лечу людей, у меня здесь нет никакого желания там что-то на этом иметь. Вообще никогда не было. Мне нравится, чтобы люди выздоравливали. Но кормить не люблю. Прошу, эгоист я или нет. То есть, видите, раскрытие человека только в одном направлении идет. Сильное раскрытие. То есть, если человеку нравится что-то делать, но он хочет от этого денег, это не его природа. Природа находится там, где он хочет просто людей сделать счастливыми. Но если человек не развит, он не может от своей природы деньги получать. Это значит, что он очень слаб в этом. Допустим, слабый преподаватель. Он преподаватель по природе. Но ему никто за это деньги платить не будет, потому что он слабый преподаватель. Это значит, что он по природе работать не сможет. Но он может что-то делать другое. При этом он... Ему это не нравится, но получается хорошо. Это значит, что его способности кормят его. Это значит, что разум его слабый. Он не развит как личность. Да он разовьется, если он будет развивать себя как личность, не как специалист, а как личность. Значает, что он будет учиться общаться с людьми правильно. Аскезы над собой совершать молитву. Тогда он сможет со временем стать таким человеком, который будет действовать по своей природе. Ну-ка, давайте дальше спрашивайте. Мы сейчас... Нет, вы, вы, вы. С вами сейчас добьемся того, чтобы вы поняли. Ну, если я задал вопрос, наверное, это частично и меня касается... Вы руководитель по природе? Да. Может быть. Я сейчас начинаю сомневаться. А я нет. То есть я просто вам говорю, потому что я предупреждал, что я вижу людей. Я могу утверждать это. Я причем даже... Есть четыре типа руководителей. Я могу вам сказать, какой из четырех. Есть идеологи, руководители, идеологи, теоретики. Есть идеологи, практики. Есть администраторы, которые администрируют людьми, а есть, которые администрируют процессы. Вы по природе администратор, который администрирует людьми. Вам легко управлять людьми. Вам нужен коллектив, людей, с которыми вы будете работать, управлять им. Такова ваша природа. Спасибо. Будем стараться быть честными. Хорошо, теперь у меня вопрос. У вас есть коллектив? Да. Ну вот видите. Все значит по плану идет. Хорошо, познакомились. Давайте спереди, сзади. Вот сзади теперь мужчина. Чтоб не обидно было тем, кто сзади. Мы микрофон кидать на балкон не будем. Но если вы спуститесь с балкона сюда, я вас обязательно спрошу. Если кто-то хочет с балкона спросить, спускайтесь, я вас спрошу сразу. А вы не вставайте, садитесь. Спасибо за лекцию вам. И у меня вопрос как раз тоже немножко переплетается, что спросил предыдущий слушатель. Вы сказали четыре типа. Значит, знайка, начальник и прочее. И как бы из своего опыта скажу, что мне никогда не нравились вот такие узкоспециализированные типы. Видите, он знайка. Он начинает сразу объяснять, что правильно, а что нет. Видите, вот смотрите, первый мужчина, он общался, он говорит, Олег Геннадьевич, меня уважаете или нет? Если уважаете, я с вами буду дальше разговаривать. Но второй тип, когда мужчина второй взял микрофон, он по-другому начал говорить. Он начал говорить от лица своего знания. Он говорит, Олег Геннадьевич, вот вы сказали это. Мое знание с вашим знанием не совпадает. Продолжайте. Очень интересная ремарка, да. Видите, опять он начал мое знание оценивать. Я уже даже почти забыл вопрос, который я хотел задать. Ладно, давайте я спросу. Вопрос следующий, да. То есть, стоит ли человеку, который, каждый принадлежит к определенному типу, да, стоит ли ему развиваться так же вот в остальных вот перечисленных типах, да? Или нужно именно стопроцентно сфокусироваться на своем предназначении, на своем вот этом типе? Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Вот когда цветок растет, стоит ему вот расти выше, выше, выше? Или все-таки когда-нибудь надо раскрыть цветок? Запах идет именно от цветка. Счастье от цветка. Но он может быть очень высок, высоко вырастет. Но цветок надо распускать или нет? Надо, да. Распускайте. То есть, я правильно чувствую, да, что вот то, что я начал развиваться немножко вот везде по чуть-чуть, да, это не... Это хорошо. Это хорошо. Все-таки хорошо? Конечно. Сначала человек должен расти широко, широко. А то мало будет цветков. Должен большим цветком быть. Что маленьким-то будет? Значит, все-таки полезно развиваться и вот в остальные типы, да? Конечно, нет, это не называется развитие в остальные типы. Это называется упускать стебли. Типы везде одни и те же будут. Приведу пример, допустим, смотрите. Допустим, человек стал врачом. Но человек не может быть просто врачом. Врачей бывает четыре типа. Первый тип врачей, это врач, который учит людей, как правильно лечить. Он преподаватель, он в медицинском институте работает, он тоже врач, но он обучает всех. Второй тип, он директор больницы. То есть он говорит, я врач. Но он занимается руководством врачей все время, он организует лечебные процессы. Его цель вылечить людей. Он говорит, я хочу, чтобы все были здоровы. Но как он это осуществляет? Направляет процессом. Третий тип, он тоже врач, но он понимает, что просто так вот это лечение означает, что людям нужны лекарства. Поэтому у него аптека, он продает лекарства всем. Без лекарств нет лечения, понимаете? Ему нужна доставка лекарств, нужно доставить. Если в стране нет лекарств, какое будет лечение? Надо их доставить. У него такое мышление. Первый говорит, да какой доставить? Надо, чтобы люди знали, как быть здоровым. Второй говорит, да ладно, знали. Надо все организовать, чтобы нормально было, тогда все будет здорово. Третий говорит, организуй, не организуй, нет лекарств, нет лечения. У них каждого свое мышление. И четвертая категория говорит, ребята, хватит болтать. Человек болеет, надо лечить. Есть лекарства, нет лекарств, надо лечить. Все. Лечи как можешь. Все врачи. Теперь, ладно, мы не врачи. Допустим, мы кто? Художники. Знаики. Мы художники. Замечательно. Один рисует, релих рисует, чтобы все знали, как правильно. Дальше второй рисует, там власть рисует, показывает силу, могущество всего. Он влияет на события. Он рисует целью показать, какая страна лучше политикой занимается. Третий рисует, чтобы картину нормальную сделать и нормально продать. А четвертый рисует, чтобы все были счастливы, березки всякие там и так далее. Но он тоже, все художники, все врачи. То есть вы хотите быть художником, врачом, парикмахером. Пожалуйста, много веточек пускайте. Но цветочек будет один и тот же у вас. Это знание. А вы не могли бы подсказать, в какую сторону основной отросток пустить? Нет, ни за что я вам не подскажу. К начальнику или... Потому что вы мужчина. Мужчине подсказывать нельзя. Что если даже я вам подскажу, то ничего от этого не получится. Мужчина должен свой отросток получить с помощью боли. Он должен мучиться. Через мучение мужчина развивается. Но никогда не развивается через подсказку. Та женщина развивается через подсказку. А мужчине надо мучиться, чтобы понять. Иначе он ничего не поймет. Ну толку я вам скажу, вы скажете, ну Олег Геннадьевич считает так, хорошо. Я считаю по-другому. Зачем тогда мне тратить время на это? А то, что понято с трудом, то мне дороже. Это для вас. Пытайтесь понять себя. Большое спасибо. Отправляюсь через труд понимать себя. Пожалуйста, да, делайте это. Вы станете счастливым. Только вы сами сможете понять. Приведу вам такой пример. Одна девушка точно так же меня спросила. Вот, говорит, какая у меня вера? Я говорю, вы сами должны прийти к какой-то вере. Никто вас не сможет вам дать это знание. Оно из сердца приходит. Она говорит, я хочу, чтобы вы мне это сделали. Я говорю, для этого вы должны обладать огромной силой веры в меня, как в человека. Она говорит, я обладаю огромной силой веры в вас. Сейчас проверим. Говорю, вот молодой человек рядом с вами сидит, он женатый? Он говорит, нет. Все, говорю, будете пробовать создать семью. Это первое мое задание, чтобы вам дать веру. Сначала я проверю на веру в вас. Она говорит, мне он не нравится. Я говорю, ну вы же мне верите безгранично. Я бы предложил вам общаться с ним. Он говорит, нет. Говорю, ну тогда дальше мы не будем разговаривать. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что есть вещи, которые человек снаружи принять не может. Сколько бы ему ни говорили. Только своим сердцем можно понять свое предназначение, свою веру и свою жену. Только сердцем. Ни один человек не сможет это вам сказать. Это все будет поверхностно. Теперь мы уже закончили с вами общаться. Давайте сзади были, спереди были, теперь посередине. Олег Геннадьевич, можно вопрос? Просто вот я рядом сижу с молодым человеком. Видите, у женщин коллективное мышление, у мужчин индивидуально. Поэтому мужчины всегда в проигрыше остаются. Если надо задать вопрос, мужчина сидит, ждет, когда его спросят. А женщины как поступают? А одна говорит за другую. Она говорит, вот-вот-вот ей надо ее спросить, пожалуйста. У женщин коллективное сознание. Смотрите, у женщин разум сильный и у мужчин сильный. Но чтобы у женского разума сила сработала, нужно женщинам знать природу своего разума. Природа женского разума коллективная. Сила женщины коллективный разум. Вот, допустим, вы хотите вставать рано утром. Вам не надо себя заставлять. У вас нет индивидуальной силы у женщин. Она не может сама себя заставить. Женская сила в коллективном разуме. Надо позвонить подружке и сказать, мы завтра рано встаем? Встаем. Хорошо. Ты встаешь, я встаю тоже. Как только она сказала подружке, что она встает, она не может не встать уже. Все. Она обязательно встанет. Сто процентов. Но мужчина, если он сказал, мы встаем, да, встаем, ему по-барабану. Пока он сам себя не заставит, он не встанет. Мужчины договорились, никто не встал. Все спят. Женщины договорились, все встали. У женщин коллективный разум. У них это через совесть действие. Стыдно не вставать, я же договорилась. Не могу уже все. Вот. У мужчин совести нет. У них есть личное побуждение внутреннее. Если он сам себе сказал, он будет делать. У мужчины индивидуальный разум, у женщин коллективный. Я просто, чтобы людям не скучно было, спрашивайте, девушка. Спасибо большое, что вы мне позволили задать вопрос. Вам это, к вам это, да. Что вы позволили ей задать вопрос. Да, что вы мне помогли, да. Про наш женский разум коллективный. У меня такой вопрос. Вот, чтобы создать счастливые гармоничные отношения между мужчиной и женщиной, обязательно быть, чтобы вот мужчина и женщина были вот в одной этой касте, вот как вы объяснили, ученые. Да, она правильно сказала. Это можно также называть кастой. Смотрите, я сейчас объясню, почему она так сказала и почему сейчас этого нет. Объясню. Если людей развивают с детства по своей природе, то в этом случае, когда человек зачинает ребенка, уже развитый в своей природе, у него рождаются дети только его природы. И поэтому, если люди развиваются нравственно очень сильно, общество, то дети всегда рождаются в своей природе. У рук директоров заводов рождаются директора заводов. У врачей врачи. Понимаете, о чем я говорю? Но если ребенок зачинается ребенком, которые не понимают свою природу, тогда ребенок также рождается в другой природы. Поэтому, когда в древней культуре это развитие личности было очень сформированным, тогда можно было это называть кастой. Понимаете? То есть каста врачей, каста преподавателей, каста воинов и так далее, каста торговцев. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас это утрачено. Это невозможно так называть, потому что люди неразвитые. Человек может к 40 годам свою природу поймет, у него уже дети все родились. Все. Он не может гарантировать себе, что его дети тоже врачами будут или преподавателями, если он сам не знал, чем заниматься в жизни. Теперь ваш вопрос очень и очень правильный. Я на него дам прямой ответ. Но это не значит, что если у вас не так, значит, вы не будете счастливыми. Я говорю, как легче жить, как легче. Лучше всего управляющий с управляющим, вот как мужчина с женщиной. Они оба правители по природе. Она управляет мужем, он управляет коллективом. Она тоже управляет коллективом заодно, но прежде всего мужем. Вот. Вернее, она совестью является мужем. Как женщина управляет? Она является совестью. Она не позволит ему скатиться, деградировать. Жена — это совесть мужа. Лучше всего так, когда оба правители по природе, оба ученые по природе, оба торговцы, оба просто любящие свой труд. Теперь, какие бывают другие варианты? Другие варианты такие. Если, то есть смотрите, мужчина, ученый, может жить с женщиной, как бы с женщиной управляющей по природе. Но женщина-ученый с мужчиной управляющим жить очень трудно. Почему? Потому что тип разума так устроен, что с учеными все советуются, он как старший получается. В том числе и правители. Но если женщина получается старшей, то есть она ученая, а он правитель, то тогда она не будет его уважать. Сердце ей трудно будет уважать, она думает, что он какой-то грубый. Ученые же они такие деликатные. Он грубый. Зачем? Почему он такой грубый? Наказывает всех. Надо не наказывать, а обучать людей, образовывать. Что ты их наказываешь? Объясни им, как жить. Будут конфликты. Но жить можно все равно, можно, но тяжелее. Если мужчина управляющий, он может взять жену, которая бизнесмен по природе, то есть менеджер по природе, бизнесом склонно заниматься. Если мужчина бизнесмен, он может женщину взять, которая склонна просто любимое дело делать. Понимаете? Это нормально. Но через один уже не нормально. Допустим, мужчина ученый по природе, женщина бизнесмен. Уже тяжелее, очень тяжело жить. А если через два мужчина ученый, женщина по природе просто любимое дело, тогда вообще взаимопонимание уже очень сложно устанавливать. Понятно, да? Через один, через два, как бы было, в какую сторону бы не было, все равно тяжело. А соседние, мужчина выше, женщина ниже. Хорошо. Или равные, хорошо. Вот такой ответ на ваш вопрос. Спасибо большое. Хорошо, замечательно. Движемся дальше. Мужчина ваш, вы, да? Добрый вечер. Спасибо за лекцию. И такой вопрос... А я еще не закончил, только одна тема. Да, да, да. Я вам дальше, потом следующую тему буду тоже интересную раскрывать. Вы много узнаете еще нового. Даже две вопросы. Да? Первый, я правильно движусь по жизни? Я 10 лет работаю в продаже. Да. И вот чувствую, что, может быть, чуть-чуть руководство может попробовать? Нет. Я вам сейчас легко это докажу. Окей. Вот смотрите, вы мной руководите. Я не пришел на работу. Ну, вернее, опаздываю все время. Как вы сделаете так, чтобы я не опаздывал? Ну-ка, расскажите мне. Вот я ваш подчиненный, я опаздываю. Ну, переговоры тогда будет. Ну, хорошо. Мы поговорили. Мы поговорили, я все равно опаздываю. Дальше. Ну, какая... Я хороший рабочий. Ну, причина какая? Должна выяснить. Обнаглевать. Я обнаглел, денег много вам привожу. Приношу много денег, но я обнаглел. Как вы сделаете так, чтобы я приходил вовремя на работу? Ну, как-то позаботиться о тебе. Я еще больше обнаглею. Я правильно говорю или нет? Вот мужчина, правильно, он согласен. Вот руководитель по природе. Говорит, правильно, он знает, что делать надо. Знает. Вы теперь скажите, вы знаете или нет? Нет. Я четко не знаю. Я вам скажу. Нужно наказать человека. Но вы никогда не будете наказывать людей. Да, мне это трудно. Все. Это не ваша природа. Нет, добро делать хорошо. Я же говорю, бизнесмены добрые по природе. Они любят общаться, взаимодействовать, дружить. Наказывать нет. Поэтому бизнесмены, они создают как коллектив? Там коллектив, который создается по принципу вместе работаем, вместе получаем, нет денег, расходимся. Там нет структуры производственной. Понимаете? Это временно созданный коллектив. Но руководитель создает социум. Он не просто коллектив создает. Он создает структуру, которая неразрушима. Есть деньги или нет. Там другие законы отношений со всем. Вы можете, у вас может быть несколько подчиненных, допустим. Но это не будет, не значит, что вы руководитель. Струйте с ним договорные отношения. Деньги есть, мы вместе. Нет денег, не вместе. Если они работают там по правилам немножко, просто по-доброму говорите. Ну ты чего? Давай нормально работать. Ну что ты? Нормально давай. Он говорит, да не могу я нормально. Ну работай с кем-то другим тогда. Но вы не сможете его научить работать правильно. Я чувствую, что жена тоже третий тип. Супер. А у меня проблема, дочка второй тип. Это значит, что вы с женой хитрите друг с другом? Да? Нормально. Дружите, хитрите, да? Но одна проблема есть. Я чувствую, что дочка второй тип. Ну не повезло, значит, вам. Мы четко воюем между нами. И вы объяснили этой типе. Начальнице, дочке. Типе, да, я чувствую. Не надо с ней уважать, воевать не надо. Надо вам договариваться, как подчиненный. Подойти к ней. Доченька, пожалуйста, вот так лучше делать. Мы так надеемся, что ты нас поймешь. Она скажет, хорошо. И будет делать, как Выско спросили. Но это правильно, я не говорю. Да, правильно. Нормально. Спасибо. Спасибо вам. Вот женщина здесь-то, ваш вопрос. Видите, мы раскрываем тему. Луже стало, да, понятно все? На практике уже. Иначе теория, это нет. В теории нет жизни. Только в практике есть жизнь. Садитесь, садитесь. У меня стало лучше. А там женщине не видно меня сзади. Вот так хорошо, тогда так. А вот опять ей не видно. Я тренер, и у меня такой вопрос. Да, Вы первый тип, да. Как объединить служение людям? Я йогу веду, да, и семью. То есть разные учителя учат по-разному, что... Или служение мужу, то есть через него женщина движется. Или вести йогу, да, то есть и служить людям, ну тогда семья как-то особо... Вот смотрите, когда женщина служит мужу, она набирается сил. Когда она служит людям, она тратит эти силы. Если Вы не набираете сил, как Вы будете их тратить? Поэтому служение мужу – это основа, корень жизни женщин. Вот сейчас ситуация такая, что Вы больше служите людям и меньше мужу. И поэтому Вы устаете. Вам тяжело, у Вас нет сил. Значит, Вы истощены, потому что Вы не знаете, откуда женщина берет силы. А как эти силы приходят, я Вам объясню. Она со всей радостью, со всей силой служит мужу, добивается от него благодарности. Когда благодарность приходит через него, она очень сильно наполняется, она как насыщается этой благодарностью, ну очень сильно женщина. И в результате она становится очень наполненной, счастливой. И вот сейчас мы немножко прервемся с Вами и потом продолжим слушать. Теперь у меня к Вам вопрос. Вы же преподаватель мудрая. Сейчас мы с Вами глубину темы раскроем. Вот этой. Теперь я хочу Вам спросить. Почему Вы больше отдаете людям, а не мужу? Ну, ответьте. Я не умею, наверное. Молодец. Правильный ответ. Послушайте меня внимательно. Смотрите, я сейчас объясню. Когда человек прыгает через планку какую-то, есть разная высота. Маленькую высоту перепрыгнуть легко, и поэтому можно прыгать по 50 раз. Маленькая, большая высота. Можно только с разбегу прыгнуть хорошо один раз. И результат тоже получается хороший. Знаете, что женщине служить мужу означает каждый раз перепрыгивать большую планку, а служить людям маленькую. Поэтому служить людям легче. Можно пойти всем преподавать, служить людям. Но заботиться о своем муже нужно разбежаться, сосредоточиться. То есть нужно очень сильно себя отдать этому. А это непросто. Но зато результат колоссальный от этого для жизни женщин. Поэтому вы не то, что не знаете. Вы правда, вы не знаете, что надо вот так вот очень огромные усилия прилагать для того, чтобы служить мужу. Нужно очень сильно захотеть настроиться, решительно это сделать. И получить вот потом очень сильный результат. И этот результат даст вам огромный потенциал в служении людям потом. Начнете развиваться в служении людям. Станете очень сильной. Можно объединять же, да, и служение. Надо объединять. Есть две сферы жизни женщины. Одна сфера называется личная жизнь. А можно вот софиты вот эти ослабить? Ну, у меня уже тяжело. То есть они меня слепят. Если бы была концертная программа, я бы рад был. Я сияю, такой свет как бы от меня исходит. Спасибо. Ага. Я немножко поблекну, вы простите. Я уже не могу так сильно сиять. Глаза уже слепят. Хорошо. Вот смотрите. У женщины есть две сферы влияния энергии любви. Женщина действует только через энергии любви. Нет другого способа жить у нее. Первая сфера это личная жизнь. Не обязательно есть муж. Не обязательно. Личная жизнь может быть в отношениях с родственниками, с подружками, со всеми. Называется личная жизнь, близкие отношения. Моя хорошая, я тебя так люблю. Это личная жизнь. Мужчины же так не общаются. Мужчина подходит, привет, нормально, нормально, молодец, классно, супер. Представьте, мужчина подходит, ой, мой хороший, я тебя так люблю. Уже что-то другое. Ну, то есть другая уже система. Вот. И поэтому... Поэтому как бы мы в старой системе живем еще. Вот. Поэтому как бы... Вторая сфера жизни женщины это социум. Понимаете, если женщина не занимается социальной деятельностью, то общество становится пустым и скучным, несчастным. Вот есть такая песня. Старая. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Понимаете? То есть... Означает, что женщины наполняют общество любовью. Сейчас... Выйду на улицу, гляну на дорогу, машины ездят, и мне не весело. Ну, то есть нет людей. Я приехал в Сан-Франциско лекции читать, вышел на улицу, говорю, где люди? Нет людей. Они говорят, все в машинах. У каждого по две машины, говорят, везде ездят. Нет людей, нет жизни. Нет любви, нет жизни. Если женщины не создают атмосферу, нужна... Эта атмосфера крайне необходима для жизни. Человек наполняется счастьем, когда женщины вокруг улыбаются, создают вот эти связи, отношения друг с другом. И мужчины туда тоже подключаются, и дети. Все общество подключается через женщин в социальные отношения. Поэтому есть чисто социальная деятельность. Смотрите. Преподаватели лучше женщины. Повара лучше женщины. Детский сад лучше женщины. Пожилые люди, забота лучше женщины. Уход за улицей, за территорией лучше женщины. Понимаете, везде, где нужна забота и любовь, везде лучше женщины. И тогда все наполняется любовью. Вот для чего нужны женщины в обществе, а не для того, чтобы... Не кочегары мы, не плотник. Ну то есть женщины не должны пахать просто. Они должны создавать атмосферу. В этом их роль на работе заключается. А не в том, чтобы там... И посильнее стучи, и стучи, и стучи, и стучи, и стучи. У них другая природа. Да? Спасибо большое. Вы хотите спросить, женщина? Я хотела попробовать эту же тему. О, супер, отлично, да. Только немножко личность мне, наверное, получится. Потому что я занимаюсь детками, да, можно сказать, маленькими, да. Я в молодости стала дошкольным воспитателем, да. Но как-то жизнь все перевернула. И вот стукнула пенсия, и я решила, что где-то моя душа. И начала ее искать. Ну, нашла свое предназначение. Нашла, ну, как бы продолжение того, что я как бы в детстве уже хотела делать. Но дело в том, знаете, мне не хватает времени на мужа, на взрослых детей, на внука. И я очень много учусь, учусь, как мне очень хочется работать так с детьми. Ну, чтобы они росли счастливые, чтобы они нашли цель. Третий уклад жизни. Человек становится наставником. Уже отходит от семейных дел с возрастом. Начинает заботиться об обществе. Об обществе тоже люди должны заботиться. Мать должна стать матерью всех. Отец должен быть стать матерью всех. Возраст приходит. Человек не должен только семье своей уделять время. Он должен начать свою мудрость раздавать. Поэтому так в вашей жизни изменилось. Пришло так время. Мне кажется, я сойду с ума. Нет, не сойдете. Потому что как раз в этом и роль заключается. Время накладывает свой отпечаток. Видите? Сначала человек учится. Ему не надо думать о противоположном поле. Потом семейная жизнь. Потом с возрастом человек должен немножко отойти от семьи. Иначе он точно сойдет с ума. С возрастом нельзя слишком сильно погружаться друг в друга. Надо уже об обществе, об людях думать. Ему с женой должны направить свое внимание на людей. И тогда они будут счастливы вместе. А если они друг другу пилят как бы мозги в возрасте, то это не способ жить. Да, кстати, сегодня вот у нас с мужем такая сцена. Я занимаюсь в семье с ребенком, а он мне звонит по телефону, как готовить плов. Нормально. Ну, я хочу вас очень спросить. Я правильно иду? Мне надо это? Конечно, конечно. До потери пульса? Нет, не до потери пульса. Зачем? Давайте я вам еще кое-что скажу, женщины. Смотрите. Это я забыл сказать. Спасибо вам, что напомнил. Вот смотрите. Мужчина и женщина рождаются для разных целей. Разной цели. Мужчина рождается для победы и для потери пульса. Вы садитесь, садитесь. Пока вы стоите. Я с балкона. А, вы с балкона. Хорошо. Хорошо. Понимаете, я спросил своего друга, одного парня. Говорю, как ты отдыхаешь? Он говорит, я, говорит, борец. Ну, раньше борьбой занимался. И говорит, я, когда устаю сильно, я прихожу в спортзал. Борюсь со своим, как бы, напарником. И когда он меня заламывает, я кричу, вот так, чтобы вырваться. В это время я отдыхаю. Говорит, мне потом так расслабленно, хорошо станет. Когда меня заломали, я лежу и пытаюсь вырваться. Я отдыхаю. Женщину понять невозможно. Мужчина отдыхает, когда он напрягается. Мужчина не может отдохнуть, когда он расслаблен. Некоторые мужчины приходят домой, садятся перед телевизором, хотят отдохнуть. Невозможно. Хотите отдохнуть, вы бегаете на улицу, бегаете. Качаете штангу, еще что-то, в теннис поиграете. Вы отдохнете, у вас прям классно будет вам. Но если будете сидеть вот так, вы не отдохнете. Сто процентов. Мужчина рождается для побед. И поэтому он должен для потери пульса все делать. Когда он вырубился, это хорошо. Отлично, значит, он нормально живет. Вот. Теперь женщина. Не должна делать до потери пульса. Женщина рождается не для побед. Она рождается для отдыха. Женское тело предназначено для того, чтобы отдохнуть от напряжения. Попытайтесь это понять. Есть два типа поля на земле. Есть поле, на которое сеет, это мужское поле. А есть поле, которое дает, ну, которое само копит силы. И другим дает силы. Это поле называется напору, то есть оно пустое. Оно копит силы для того, чтобы выращивать пшеницу потом. Это женское рождение. Женщина дает силы мужчине, дает силы жизни, детям. Она всем дает силы, любовь, счастье. И она должна быть просто радостной, любимой, счастливой. В этом ее роли, а не чтобы упахаться. То есть, если она чувствует, она устает, она должна отдохнуть. Потому что главная для нее любовь. Помните, замученная женщина любить не может. Ну, и нет сил. Любовь, главное для женщины, должна иметь силы, чтобы любить мужчин. И не мучайте своих жен. Не выматывайте их, потому что будете искать потом любовниц. У жены нет силы, пойдете искать другую. Без любви жить невозможно. Если у жены нет силы любви, она устала, замучилась, значит, вы потеряете семью. Будете искать себе женщину, которая будет давать вам любовь. А почему жена не дает? Потому что вы ее замучили. Пускай больше любит всех. Разговаривает по телефону, счастье распространяет вокруг. Пускай будет счастлива. Вам не надо до потери пульса. Благодарю вас. Спасибо. Ну, хорошо. Вот вы даже подняли, чтобы я увидел вас с бумажкой. Все, сильно хотите спросить. Я согласен. Последний вопрос. Дальше движемся. Будем дальше изучать материал. Спасибо. У меня вопрос тоже касательно четырех типов. Вот вы говорили, что с первым типом, с учеными, им нужно объяснять. Второму типу с ними нужно договариваться. А вот как взаимодействовать с третьим и четвертым типом? Третьим дружить. Подружиться надо с третьим, с ребенком. Побрататься с ним. И тогда он будет делать все, как надо. Главное, чтобы ты дружил с ним. Папа со мной дружит или нет? Уважать надо второй тип. Объяснять первому и дружить с третьим. А четвертым типом надо играться. Надо создать игру. То есть нужно ему в игре объяснять, чтобы это, типа, интересно было. Вот так. Он тогда будет это делать. Все. Спасибо. Мотивация первого типа. Первого типа это знание. Второго типа это власть. Третьего типа это мотивация, это выгода. Или дружба. Или как бы хорошая среда, хорошая атмосфера. И четвертого типа мотивация это интересность. Интересность. Надо, чтобы интересно было. Первый тип, чтобы было знание. Чтобы это было правильно. Все, что сказал папа правильно. Второй тип. Надо, чтобы сказали мне правильно, тогда я пойму. Надо, чтобы мне уважительно сказали, тогда я пойму. Третий тип. Надо, чтобы мне сказали. Как близко, по-доброму так сказали мне. Тогда я пойму. И четвертый тип. Надо, чтобы интересно сказали. тогда пойму все